В столице продолжает работу второй форум сельских женщин. На его площадке собрались не только самые активные леди страны, но и представители международных организаций и финансовых институтов. Одна из главных задач форума – поддержать развитие женского предпринимательства на селе. Подробнее об этом расскажет моя коллега Гульнара Хасан. Она находится на прямой связи со студией. Гульнара, здравствуйте. Какие возможности даст форум его участницам, как вы думаете? Добрый день, Ассель. Форум дает действительно хорошие возможности, причем как информационного, так и финансового характера. На панельных сессиях обсудят подготовку бизнес-кейсов во внедрении зеленых технологий, сельского хозяйства, а также новые инструменты финансовой поддержки. Я хочу отметить, что поддержку женскому предпринимательству оказывает не только государство в рамках таких государственных программ, как «Дорожная карта бизнеса-2020», «Ембек», развитие массы предпринимательской продуктивной занятости, но и также свою социальную ответственность проявляют бизнесмены. В частности, крупнейшая мировая компания основала в Казахстане фонд «Социальная динамика». И с 2012 года профинансировано уже более 50 женщин грантами в размере 4 тысяч долларов. Одна из таких обладателей сейчас находится рядом со мной. Ее зовут Майра Джалимбетова. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, с какого региона вы приехали и каким бизнесом занимаетесь? Я приехала из Алматинской области, города Талгар. Занимаюсь тепличным хозяйством и также веду развитие частных детских садов. Скажите, какую вам помощь оказал грант в размере 4 тысяч долларов? Вы стали его обладателем в каком году? Я стала обладателем гранта в 2015 году. И грант мне дал возможность развить свои предпринимательские навыки. И также свой вклад в область, в свой район тем, что я информирую дальнее окружение свое, что есть такие программы, что государство наше и также частные компании всегда рады помочь тем женщинам, которые хотят начать свое дело. Скажите, как вы оцениваете вообще помощь государства для развития женского предпринимательства? Помощь развития женского предпринимательства на таких форумах, как сегодняшние. Это очень активные женщины. Дальнейшие поедут в свои области и будут доносить тем женщинам, которые находятся на местах, что есть поддержка от государства, есть поддержка также от частных лиц в виде того, что на данный момент в нашем районе мы получаем от государства большой вклад – это образование. То есть развиваем финансовую грамотность свою, развиваем и предпринимательские навыки расширяем. Большое спасибо вам за информацию. Я отмечу, что сегодня будут награждены еще 10 женщин грантами в размере 4 тысяч долларов на развитие собственного бизнеса. Гранты – это предполагается безвозмездное финансирование. Я отмечу, что этот форум не только для бизнес-леди. Сегодня подведут итоги и будут выявлены 15 победителей в таких номинациях, как лучший сельский аким, лучший сельский учитель, врач, социальный работник, лучшая глава крестьянского хозяйства. За свою пока еще недолгую историю, форум проходит всего лишь второй год, уже выпущена книга «История успеха 100 женщин-предпринимателей». На этой ноте я, наверное, закончу. Асель, пока у меня вся информация. Передаю вам слово. Спасибо, Гульнара. Напоминаю, на прямой связи со студией была наш корреспондент Гульнара Хасан. Она сейчас находится на втором форуме сельских женщин, который проходит в столице. Из 18,5 миллионов казахстанцев 51% приходится на долю женщин. Такие данные приводит комитет по статистике Министерства нациоэкономики республики. Если продолжать говорить на языке цифр, то из 9,5 миллионов женщин почти 4 миллиона живут в сельской местности. В среднем 17% суточного времени они тратят как на оплачиваемый, так и неоплачиваемый домашний труд. Почти 2 миллиона женщин обеспечены занятостью в сферах, не связанных с сельским хозяйством. Меньше 25% возглавляют крестьянские или фермерские хозяйства на селе. Причем, если проводить аналогию этого же показателя с городом, то он составляет 35%. Детский хирург, дистрибьютор, владелец завода. Такой путь прошла Баяна Санова из Зилийского района Алматинской области. Сначала в тяжелые 90-е она искала дополнительный доход и стала дистрибьютором иностранной компании в Казахстане. А потом и сама построила завод на селе и теперь выпускает медицинские изделия. О том, как Баяна Санова открывала бизнес, расскажут наши корреспонденты. В этих баночках очень ценные для пациентов тест-полоски. Они помогут им с легкостью и точностью определить уровень холестерина, глюкозы и три глицерина в крови. Но прежде чем они отправятся к потребителям, пройдут жесткий контроль качества в специальном отделе. Производство здесь налажено настолько четко, что кажется, так было всегда. Но Баяна Санова хорошо помнит, как все начиналось. Вообще я по образованию врач, детский хирург. 15 лет проработала я в детской хирургии. В конце 90-х годов было очень сложное экономическое положение в Казахстане во всем. И в первую очередь страдали врачи. И поэтому я присматривалась, чем бы мне таким заниматься, чтобы еще дополнительный доход. Баян хотела, чтобы новое дело тоже было связано с медициной. И неожиданно для себя стала дистрибьютором итальянской фармацетической компании, которая производила различные тест-полоски для диабетиков. Баян успешно продавала их, пока в 2011 году в стране не заработала госпрограмма форсированной индустриализации. Государство дало нам в руки просто шикарные инструменты, такие как нам бесплатно предоставляли землю желающим открывать какое-то производство. Нам подводили инфраструктуры в виде электричества, газа, воды. Помимо этого нам давали кредиты с субсидированием процентной ставки, нам давали гарантии. Я решила воспользоваться всеми этими инструментами, которые предоставило нам государство. Бывший врач сообщил итальянским поставщикам, что теперь хотела бы сама производить эту продукцию. После недолгих переговоров Баян купила у партнеров технологию. Завод решила поставить в селе, чтобы дать работу местным жителям почти 50 рабочих мест. Но где же взять столько специалистов? Баян потянулись безработные финансисты, юристы, педагоги. Она снова пересчитала заемные деньги, выкроила часть и отправила всех обучаться новой профессии в Италию. Там я освоил все производственные процессы на этих станках. Даже не ожидал, что мне так повезет с работой. И новую профессию получил, и завод рядом с домом. В селе и платят хорошо. Постоянное обучение, постоянная связь с нашими поставщиками сырья. Они у нас находятся в Италии. Это перенимание опыта. Работники компании говорят, что Баяна Санова – руководитель, которого интересует не только производство. Чем живут сотрудники, что их радует или тревожит – это тоже важно для нее. Решение всех проблем, личных и производственных, делает трудовой процесс слаженным. И в итоге всем приносит хорошие доходы. Этими отличается бизнес по-женски от мужского, уверена сама Баян. Один из ее деловых партнеров даже как-то заметил, что казахстанские женщины – самые успешные бизнесмены. Он говорит, нигде нет таких деловых, волевых женщин-директоров, как в Казахстане. И на его взгляд Казахстан по количеству руководителей компаний, коммерческих организаций, занимает одно из первых мест среди руководителей, которых именно женщины. В прошлом году компания Баяна Сановой заплатила больше 100 миллионов тенге в качестве налогов. Теперь обещают еще больше. Сейчас Баян открывает второй завод по производству тест-полосок. Это будут диагностические изделия, которые позволят любому человеку, не выходя из дома, сделать общий анализ мочи сразу по 12 параметрам. Чтобы запустить новое производство, Баян участвует в госпрограмме «Экономика простых вещей». Мать семьи детей открыла в Караганде сеть дошкольных учреждений с индивидуальной программой развития. В каждом садике созданы школы искусств и Академия счастливых родителей. Айнагур Хамитова большое внимание уделяет не только всестороннему воспитанию детей, но и семейным ценностям. Марина Золотарева встретилась с бизнес-леди. В этом зале дети учатся играть на дамбре. В соседнем малыши постигают нотную грамоту. В спортзале тренируются будущие футболисты, с которыми занимаются профессионалы, действующие игроки. В садах Айнагур Хамитовой разработана целая концепция по всестороннему развитию маленькой личности. Приходя в одно образовательное учреждение, получают все дополнительные услуги. Ранее музыкально-эстетическое развитие. С трех лет уже начинают играть на дамбре. Сегодня Айнагур Хамитова создала 180 рабочих мест. А начинался семейный бизнес Центра развития лидерства, который в течение пяти лет посещали не больше 50 детей. Зато все это время копился опыт и проводились научные исследования, вспоминает предпринимательница. Потом мы поучаствовали в гранте. Выиграли миллион шестьсот пятьдесят тенге. И это стало исторической такой точкой нашего бурного развития. После этого мы открыли первый свой садик, на следующий год второй. И вот в течение четырех лет мы открыли четыре детских сада и получили государственный заказ. Плюс мы еще привлекли инвестиции. На сегодняшний день это 850 детей, 850 семей. Очень много работы, очень много ответственности. В детсадовскую жизнь активно вовлекаются взрослые. Праздники и конкурсы задумываются так, чтобы в них участвовали не только мамы и папы, но и старшее поколение. В каждом садике создана Академия счастливых родителей. Проводят тренинги с психологом, с нами, с родителями. То есть много можно оттуда из этих тренингов почерпать информации важной, как правильно воспитывать. Много конкурсов, то есть когда дети взаимодействуют с бабушками, дедушками или с родителями. То есть это снимают там видео, допустим, как они делают поделку или как они готовят баурсаки. Обладательница ордена Алтыналка Айна Гульхамитова воспитывает двух сыновей и пять дочек. Бизнес-вумен входит в совет деловых женщин и возглавляет филиал Казахстанской ассоциации дошкольных организаций по региону. Теперь Айна Гуль решила штурмовать новую сферу деятельности. По образованию женщина-инженер, поэтому хочет строить здания для дошкольных учреждений по индивидуальным проектам. Их созданием Айна Гуль сейчас и занимается. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Карганда, Хабар, 24. Жительница гурийского региона Грузии Лия Мухашаврия получила образование и юридическую практику в столице, а реализовала себя в сельской местности на родине ее предков. Женщина создала сельскохозяйственный кооператив и успешно занимается выращиванием орехов. Юлия Тужилкина продолжит. Говорят, гурийскую невестку можно запустить в дом лишь в том случае, если она будет немой. Все дело в том, что эти девушки в карман за словом не полезут и в дела всегда целеустремленные. Лия Мухашаврия по образованию юрист, правозащитник. И сейчас, после переезда в село, откуда родом ее предки, эту практику не оставила. Вот как раз приняли закон о сельскохозяйственных кооперативах. И, наверное, было бы разумно создать такой кооператив. Я сама ходила из дома в дом, со двора во двор и уверяла людей, чтобы они объединились в кооператив. Потому что без объединения ресурсов, сил, техники, знаний невозможно добиться успеха. Особенно в сельскохозяйстве, которое очень запущено в нашей стране. 97 семей Лии удалось объединить в кооператив и получить помощь от государства. И два года назад она построила перерабатывающий завод для фундука. Сейчас каждый ее день расписан. Она сама ухаживает за домом и своими землями. Научилась дружить с техникой. Мечтает купить трактор. Я, конечно, думала, что не будет легко жить в деревне. Потому что тут нет того комфорта, скажем, который можно найти в городе. Все поблизости. И там магазины, сервисы. Можно вызвать любого там мастера. И нужно будет в деревне делать все самой. Ну, наверное, я человек такого характера. Мне нравится, когда что-то я в себе переломливаю и делаю что-то новое. И вот мои подруги тоже мне говорили, что в твоем возрасте Лия жизнь не меняет. Но я попробовала это сделать. И у меня, я думаю, что получилось. Она знает в совершенстве три языка. И является членом правления Фонда развития кооператива в Западной Грузии. Лия стала мамой двух усыновленных людей. В деревне ее называют настоящей, целеустремленной гурикой. И берут с нее пример. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмилашвили, Хабар-24, Грузия, Гурия. Во время 16-го форума межрегионального сотрудничества, проходящего в Омске, впервые подписано соглашение между Гражданскими институтами Казахстана и Россией. Свои подписи в этом документе поставили представители общественных палат Кустанайской, Карагандинской и Сверловской областей. Участники отметили, что событие стало новой страницей добрососедских отношений приграничных регионов. Всего же по итогам первого дня форума участники заключили почти 15 всевозможных договоров между представителями бизнес-сообществ и учебных заведений. Мы подписали с Омским государственным техническим университетом соглашение о сотрудничестве. Область сотрудничества начинается от академической деятельности, завершая научной деятельностью. Нам очень интересно, и мы ждали этого встречи. Сотрудничество использования научно-технологической базы университетов, сотрудничество по академической мобильности не только студентов, но и профессорско-преподавательского состава. Это для нас интересно. Международное сотрудничество и развитие социально-экономической сферы Западно-Казахстанской области. Эти вопросы обсуждались на встрече руководства региона с представителями посольств Королевства Нидерландов, Великобритании и США. В ходе рабочего визита в Западный Казахстан дипломаты ознакомились с ходом реализации проектов продления добычи карачаганакского месторождения и встретились с представителями местного и иностранного бизнеса. В рамках встречи презентовали ряд совместных проектов, которые в ближайшем будущем будут реализованы в области. Уже все подготовлено до стройки большого комплекса теплиц из Голландии. Производство помидоров, цветов и других овощей увеличится в ближайшие годы. Здесь необходимо 40 тысяч тонн в год. Но это, конечно, в этапах строится. В Великобритании сотрудничает с Казахстаном во многих сферах. И основными приоритетами сотрудничества являются это нефтегазовая сфера, финансовое, экономическое развитие и культурное. И к новостям в мире. На следующей неделе комитет Палаты представителей США начнет публичное слушание по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Напомню, расследование против главы Белого дома было начато из-за скандала вокруг его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. В беседе с президентом Украины Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании, где работал сын Джо Байдена. В то же время военная помощь Украине была приостановлена. Конгрессмены от демократов хотят выяснить, не использовал ли президент США военную помощь как рычаг влияния на Киев в целях реализации собственных политических интересов. Мы начнем открытые слушания со свидетельских показаний посла Тейлора и посла Кента в среду, а в пятницу показания даст посол Юванович. Это будут первые открытые слушания об импичменте президента Дональда Трампа. Громкий выход США из Международного климатического соглашения КОП-21 знаменует начало новой политической эры. Об этом заявил французский геополитик Фабрис Будан. Америка – второй в мире источник по выбросу парниковых газов, но, несмотря на это, Трамп отказался от принятых ранее обязательств. И объяснил это проявлением заботы об устойчивости американской экономики. То, что шокировало старый свет, французские геополитики назвали ожидаемым шагом. Решение Трампа вполне вписывается в мировые тренды антиглобализации, считает французский эксперт. Новая политическая эра экономики разных стран будут сосредоточены на внутреннем развитии, предрекает геополитик. Система международных соглашений – это то, что мы называем 20-м веком в политике. Это эпоха коммунизма и либерализма. Если коммунизм исчез, то остался либерализм. С этой идеей глобализации. Но 21-й политический век – это эпоха идентификации. Народы хотят сохранить свою идентичность и историю. То, чего не хотят мировые экономические системы, желая иметь потребителей, а не граждан. Почти 2000 хорватских учителей вышли на протесты. Митингующие собрались у здания правительства в Загребе. Протестующие требуют от властей повышение заработной платы на 6%. Отмечу, забастовки в стране продолжаются уже месяц. Из-за них отменили занятия в школах. Сегодня в среднем хорватские учителя получают около 900 долларов в месяц. За два года в стране наблюдается профицит бюджета. Власти хотят пополнить и приумножить госзапасы для перехода страны к европейскому механизму валютных курсов. В разгоне протестующих на центральной площади Багдада полиция применила боевое оружие. Манифестанты с вечера вторника блокировали крупный мост через реку Тигр. По заявлению самих стражей порядка, они стреляли в воздухе и пострадавших среди демонстрантов нет. Однако работники медицинской сферы утверждают, что из-за резиновых пулей и слезоточивого газа травмы получили порядка 27 человек. Напомню, массовые протесты в Ираке продолжаются уже на протяжении месяца. В результате погибли почти 260 человек, еще около 12 тысяч пострадали. Причиной антиправительственных акций протестов стало недовольство жителей коррупции, безработицы и бедностью. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова